Чаровала, Куточек Беларуси, Затрымаймени. Эти песни создавались музыкантами из группы Аура. Сейчас они готовят подарок всем своим поклонникам, меломанам, в том числе и наших зрителей. Какой? Расспросим об этом солистку группы Юлию Быкову. Доброе утро, Юля. Доброе утро. О каком сюрпризе идет речь? Ой, о музыкальном, конечно же. Мы делаем красивый, романтичный, атмосферный концерт. Это площадка для нас впервые открывает свои двери. Это Верхний Город, концертный зал напротив Ратуши, камерный зал. Мы это кто? Мы это группа Аура, потому что я, Евгений Олейник и наши музыканты, ну как всегда, это минимум 15 человек, потому что зал будет камерный. И почему выбрали такой зал? Потому что мы хотим сосредоточиться в первую очередь на музыке. Я вот часто слышу от наших поклонников, от наших фанатов, и просто от друзей, от знакомых, что хотелось бы просто взять и послушать. И вот мы выбрали такой зал, где можно просто взять и послушать. Там будет музыка, живая музыка, живое исполнение, прочтение интересное. Мы будем исполнять то, что я пою в группе Аура. Мы будем исполнять несколько песен из альбома «Куточек Беларуси», но не в такой пафосной, не в такой громкой, не в такой большой аранжировке. Это будет камерно, душевно, мило, авторское исполнение. То есть мы же не претендуем на вот такие вот... Юль, мне кажется, что вот именно «Куточек Беларуси» и вот «Синеокая», да, мне кажется, это очень хорошо звучит под открытым небом. Это как-то хочется... А это будет в закрытом... Вы знаете, ух будет, но через месяц. Сейчас мы должны задать вопрос... А, да, извините. ...и подарить билеты пригласительные на концерт, который состоится 6 июня, да? Да. И предлагаем вручить тому, кто правильно ответит на наш вопрос. Давайте проверим, насколько вы знаете хорошо биографию белорусских артистов. Наша сегодняшняя гостья может с легкостью дать совет, связанный с важным аспектом жизни. В этом ей поможет ее образование. Какое? Ее первое образование. Ее первое. А у Юлии же несколько образований. Да, у нее первое. Да вы что? Несколько образований? Ну, я не знаю. Итак, кто по образованию... Средняя, начальная. Кто по образованию Юлия Быкова? Да. Вот так вот. Пожалуйста, звоните. Мы сейчас не говорим об артистической истории. Но это я маленькую подсказочку. Как идет подготовка? Это же все вот уже... Репетируем. Вот я прям, можно сказать, с репетицией, потому что у нас в студии это перманентный процесс. Мы приглашаем к нам музыкантов. У нас там уже все выставлено, стоит звук. Вот. И мы, ну, буквально каждый день мы играем, мы репетируем, мы сочиняем, мы придумываем версии. Потому что, ну, действительно, у нас вот будут оригинальные версии. Они будут адаптированы именно для камерного живого исполнения. Это акустический... Ну, некоторые вещи будут в акустической, да, в акустическом варианте. Некоторые вещи будут еще с плейбэком, ну, в таком приближенном к тому, как они звучат в оригинале виде. Ну, мы готовимся же не только к этому концерту. Мы готовимся к большому... Вот там вот будет, да, большой перформанс к Александрии. Да, 6 июня, который пройдет. Да, 6 июля, который пройдет. Вот. И там будет, да, там будет шоу с постановками, со спецэффектами, с большой, такой красиво оформленной сценой. Вот. А здесь мы предлагаем сосредоточиться именно на музыкальной составляющей. Именно на людях, которые будут играть, которые будут исполнять. Вот. И будет непосредственно живое общение, контакт со зрителями. А еще же 15 лет группе исполняется в этом году. Ой, а мы об этом еще как-то не думали. Так можно как бы вот это все вместе объединить, и это 15-летний юбилей. Ой, слушайте, у нас вообще, у нас тут просто жизнь бьет ключом. У нас же сейчас еще и европейские игры, которых мы тоже принимаем как музыкальная группа непосредственно участия в сопровождении музыкальном этого праздника. Поэтому, ну, и на самом деле фестивали сейчас вот грядет летних огромное количество. Да, да, да. Так славянский базар на носу, можно сказать. Тут просто, ну, действительно, некогда даже подумать о 15-летии, на самом деле. Я думаю, мы об этом попозже подумаем. Есть звонок у нас. Доброе утро, алло. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, слушаю, алло. Как вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Итак, вопрос еще раз. Кто по образованию Юлия Быкова, солистка группы Алло? Юлия доктор, врач. Да, медицинское образование. Может быть, скажете, какой доктор? Она терапевт. Она терапевт, это правда, да. 10 лет, 10 лет проработать. Ну, я в 2001-м закончила. Юлия, невероятно. Проверьте мой пульт, пожалуйста. Голову, пульс, я произвожу в пищу нездорового человека. Надо сесть, расслабиться, снять всякие браслеты, ножки положить, ровно успокоиться, и мы тогда сосчитаем вот так. А со Светланой Боровской это невозможно. Расслабиться, успокоиться. Поэтому пульт Светланы Боровской будет для нас загадкой. Ну, в 2005-м году создавалась группа Алло. Так мы подарили билеты Светлане. Да, Светлана, разумеется, все правильно. Ты бросил Свету как-то. Не кладите трубку, наш редактор расскажет, где и как вы сможете забрать пригласительный концерт. На двоих, правильно? Да, конечно, на два места, естественно. Удалось достичь чего-то, вот уже получается, да, 15 лет, за 15 лет? Ну, конечно, безусловно. Если сравнивать группу Аура Та в 2005-м году, и сейчас это разные, может, какой-то стиль другой планировать? Вы знаете, что мы, и стиль другой, много чего изменилось, конечно, в первую очередь, наверное, изменилась направленность творчества, потому что мы, когда начинали, была первая песня, называлась Whisper of Silence, это вообще для нас не имело значения, на каком языке это будет песня, для нас главное было, какая будет вот музыка красивая. Сейчас все-таки текстом уделяется гораздо больше внимания. Ну что, Юля, вашу маму и там показывают, и тут показывают, как говорится. Так что, спасибо, что пришла. Большой привет ребятам, хорошего концерта, хороших выступлений. Да, и мы скоро встретимся в третьем часе. А сейчас слушаем группу Аура Юлия Быкова. Спасибо. Сколько было спето и сказано, только словом не передать. Ту любовь, которой мы связаны, что от сердца не оторвать. Родники мои в пролезках березовых, разговоры у костра в тишине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова